В областном молодежном центре «Химик» состоялась церемония чествования лучших выпускников вузов Омской области. Торжественное событие приурочили ко Дню молодежи. Поздравить студентов пришли заместитель председателя регионального правительства Татьяна Дернова, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц, ректор и вузов, руководители молодежных центров и организаций. Мы первый раз такой формат применили, отношение к нашей студенческой молодежи. Я считаю, что очень удачно попали. Комиссия конкурсная, которая выбирала ребят номинантов, поработала очень грамотно, очень взвешенно. И уверен, что нужно расширять количество номинаций. Лучших конкурсантов определили в шести номинациях, которые можно разделить на несколько направлений. Первыми наградили студентов в классических разделах – молодой ученый из-за успехи в обучении и освоении профессиональных навыков. Лауреат номинации молодой ученый Иван Иванов многократно представлял Сибирский автодорожный университет в различных студенческих конкурсах. Планирует продолжать заниматься научной деятельностью. Проект пишу насчет подачи воды в топливо-воздушную смесь, на экономичности отразиться автомобиля. Так занимаюсь научной деятельностью по различным направлениям, пишу статьи. Дарья Садчикова получила диплом за достижения в творчестве. Творчество – это некая энергия, некий огонь внутри тебя. И этот огонь, он ведет тебя по жизни. Ты в любой ситуации, даже самой сложной, найдешь выход, потому что ты творческий, на голову человек. Это очень помогает и это ведет тебя вперед и заставляет двигаться к новым вершинам. В номинации за спортивные достижения Дмитрий Крикорьян сручил дипломы самым спортивным студентам. Особенно диплом министр поздравил выпускницу Сибгувка, победительницу первенства России по бадминтону Елизавету Пятину. Очень приятно, что сегодня отметили, что у меня получилось, как я считаю, успешно совместить и учебу, и соревнования. Поэтому очень приятно, что сегодня здесь меня наградили. Церемония станет традиционной, число номинаций будет увеличиваться.